Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 13 главу. Войдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собрались к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на место каменистое, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросли тернии, и заглушили его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят. Иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. Во истине, Евангелие от Матфея можно назвать книгой Царствия Небесного. То есть, Евангелист Матфей из речей Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа описывал именно главное то, о чем проповедовал Спаситель здесь на земле. О наследовании Царства Христова. Поэтому здесь Христос прибегает к такому жанру, как притчи. Притчи — это тогда, когда человек хочет объяснить другому человеку сложные вещи простым языком. И вот Христос здесь объясняет, чему подобно Царствие Небесное. И вся тринадцатая глава — это попытка Спасителя рассказать людям, как войти в это Царство. И что это Царство Небесное, оно связано с этим Царством, то есть с этой жизнью, жизнью земной. Здесь Спаситель, говоря о зерне, в дальнейшем, которая упала на добрую каменистую почву или на почву, которая была, где произрастали огромные тернии. И в дальнейшем он это объяснит уже своим ученикам, когда они подойдут к нему и будут спрашивать, что означает эта притча. Так мы и с вами читаем. И приступили ученики и сказали им, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам надо было знать тайны Царствия Небесное, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Здесь речь идет о том, если человек имеет веру, то она в нем приумножится. А если человек не имеет веры, то от него отнимется, потому что без веры Богу угодить невозможно, то есть отнимется само Царство Христово. Потому, говорю им притчами, что они, видя, не видят и слыша, не слышат и не разумеют. Избывается над ним пророчество Исаии, который говорит, слухом услышьте и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Действительно записано у пророка Исаии в 5 главе, 21 стихе. Здесь иносказательно пророк Исаия обличает народ, который не хотел слышать предостережение Божие о его погибели, так и говорит, горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой. То есть пророк Исаия объясняет, что приводит человека к глухоте и слепоте. Это самомнение, так и говорит, горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самим собой. То есть горе тем, которые неблаженны, как мы с вами видели в Нагорной проповеди, то есть которые неблаженны нищей духом, которые не видят в себе нужду в духовном возрождении. Это препятствует им вхождение в Царствие Христово и делает их глухими и слепыми. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не слышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». То есть Господь здесь обращается и говорит, что я все эти притчи говорю для того, чтобы вы обратились и нашли исцеление во мне. Где только сегодня люди не ищут исцеления, очень важное слово, особенно для современного мира, здоровья, исцеления, куда только не ходят. И к экстрасенсам различных мастей, и всяким гадалкам, и обаятелям, и людям совершенно с сомнительными какими-то методиками излечения того или иного недуга, но не хотят прийти ко Христу. Все очень просто на самом деле. Христос так и говорит, почему происходит это с родом человеческим, что не хотят прийти к нему. Нет состояния покаяния. На это и указывает, что огрубело сердце людей, ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. «Ваши же блаженные очи», — обращается он к ученикам, «что видят и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что видите вы, и не видели, и слышать, и что вы слышите и не слышали». То есть здесь Христос говорит, что эти люди, которые слышат, видят пришествие Христова, которые общаются с ними, они на боли блаженнее и более счастливы, потому что те чаяли пришествие Христово, все пророки, начиная от самого начала, от первых людей, Адама и Ева, которые слышали, что дьявол будет поражен в голову, и уже пророки Авраам, который собой преобразовал Господа и Спасителя, и другие пророки, уже поздние, Иеремия, Исаия, Иезекиль, и Захария говорили о Христе, и все они, весь Ветхий Завет жил сознанием ожидания Спасителя. А теперь уже Спаситель пришел, поэтому он говорит, что вы более счастливы, чем они. Но беда рода человеческого, к которому пришел Христос в то время, две тысячи лет назад, состояла в том, что они его видели, смотрели и как бы не видели, слушали и не слышали. И причина — огрубение сердца. Помните, как Спаситель так и скажет, и в Евангелии от Матфея эти слова так и звучат. «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Поэтому, когда мы видим, что есть какая-то ненависть, злоба, охлаждение любви по отношению друг к другу, к окружающим, то надо всегда смотреть на причину. Какова причина умножения беззакония? Вы же, говорит Господь, выслушаете значение притчи о сеятеле. Теперь он истолковывает им, что означает эта притча. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Что означают эти слова? Что слушающий и неразумеющий. То есть слушающий и нежелающий понимать. Это те люди, которые слышат Слово Божие, возможно, слышат Евангелие, приходя в храм, апостола, чтение, пение, строк из священного писания за божественной литургией, вечерней, всенышней, но они не понимают их значения. То есть неразумеют, нежелают размышлять о том, что это значит для меня. Поэтому таких людей, говорит, они как бы слышат, но все эти слова, которые обращены к ним, они как об стенку горох. Слышат и неразумеют, потому что слышат и не хотят понимать. И говорит, что из такого сердца лукавый приходит посеянное в сердце доброе семя Слово Божие и похищает его. Очень легко. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит Слово и тот час с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за Слово, тот час соблазнится. Видим, что то, о чем говорит апостол Павел, эти слова я часто повторяю, вникая в себя и в учение, и вот вторая часть, занимайтесь им постоянно. То есть непостоянство, неутвержденность в чтении Слова Божия, в стремлении исполнять его, осуществлять в своей жизни, приводит человека к тому, что когда наступят какие-то горести, или как здесь Христос говорит, гонения, то соблазнится и корня не имеет, не укоренен в слое Божьем тот человек, как и говорит Христос, не имея в себе корня, не постоянен, когда настанет скорбь или гонение за Слово, тот час соблазнится, то есть отречется. А отрекшись от Христа, отречется от жизни вечной. И как сказано, кто душу свою сбережет вроде всем прелюбодейным, тот погубит ее, а кто потеряет душу ради меня, и Евангелие, тот сбережет ее для жизни вечной. Посеяние в тернии означает того, кто слышит Слово, но забота век и сего обогащение богатством заглушает Слово, и оно бывает бесплодно. Это, пожалуй, действительно, как сказано по плодам их, узнаете их, есть плоды, а есть совсем бесплодие. Посеянное в тернии означает, что слышащие Слово, но забота века сего, обогащение богатством, заглушает его. Это, пожалуй, не только для современного мира. Люди думают, что современный мир с ума сошел, занимается стяжанием благ материальных. Так было всегда на протяжении всей истории. Всегда люди стремились стяжать блага какие-то, обольщения, и ставили это обольщение на первом месте. Почему обольщение? Потому что лезть самому себе. Что такое обольщение? То есть обольщаться, лестить самому себе. В чем же здесь лезть самому себе? В том, что богатство способно якобы человека оградить от всех бед и зол и довести его до царства Христова. Некоторые заблуждаются и так. Например, последователь Кальвина, которого так и звали Женевский Папа, это период Реформации, так и считали они, что если человек богатый, значит, бог к нему благоволит, а если бедный, значит, бог его наказывает. Это глубокое заблуждение, потому как мы видим, что и в Ветхом Завете, например, царь Давид, еще в Псалтире мы читаем, он не был из богатой семьи. Амос, например, был пастух. Царь Давид был из простой семьи, и сей было достаточно, они жили скромно. И многие-многие другие праведники. Поэтому это ошибочное заблуждение, которое измеряется, называется, измеряется материальным благом, считается за полное богатство, и оно называется, и Христос его называет обольщением. То есть, эквариант этому слову можно привести как прелесть. Льстить самому себе. Обольщаться, льстить. Посеянный же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, которое бывает полдоносим. Так что иной в 60, иной в 30, иной в 100 крат, иной в 60, иной в 30. То есть, здесь речь идет о том, что то слово, которое упало на добрую почву, оно приносит плоды. Но опять же, Христос говорит в разной мере, в зависимости от того, как человек может это принять. Как сказано в Священном Писании, его отцов в церкви, Бог не дает какой-то, не дает какой-то меры, то есть не мерит. Он желает дать, сколько человек может принять. Как подготовить свое состояние, своей души, для того, чтобы воспринять Слово Божие и растворить его в себе верой и любовью? Есть только один путь. Путь называется покаянием. Это слово люди очень часто боятся, потому что не понимают значения этого слова. Но буквально это слово означает открыть свой ум, открыть свое сердце и открыть свою душу для восприятия Божественного Откровения и наставления Святоотеческого. Здесь много не надо. И Христос говорит, что препятствует и мешает человеку восприятие Божественного Откровения, Слово Божие, чистого, неповрежденного. Он указывает все выше. Выше то, что он перечислял. Это когда человек слышит, как при дороге упало, но не размышляет, услышал, постоял на службе, убежал домой. Посеян на каменистой почве означает непостоянство, если что-то он делает, но делает это непостоянно, от случая к случаю читает Евангелие. Другое препятствие — это богатство, обольщение, надежда на богатство. И вот три этих препятствия основных, три этих искушения. И то, что говорит Христос, благотворятная почва — это состояние покаяния, желание открыть разум Божий, чтобы Бог мог действовать в человеческой жизни. Желание открыть разум свой, для того, чтобы ум стяжать Христов, к чему призымает Христос неоднократно. И апостол Павел говорит об этом. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеянному доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы до молодыки сказали ему, «Господин, не добра ли семя сеял ты на поле твоем? Откужен даже на нем плевел?» Он сказал им, «Враг человек сделал это». Арабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал, «Нет, что выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу женицам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». То есть здесь речь идет о церкви Христовой. Церковь Божия, которую Христос здесь создал на земле, о котором в этом же Евангелии скажет в дальнейшем в 16 главе 18 стихе, «Создам церковь, мои врата ада не одолеют ее», существует здесь на земле до второго пришествия Христа. И в нем, в ней, в церкви, есть разные люди. Мы видим, что Господь сеет доброе, но есть люди, которые приходят в церковь и не являются таковыми, за кого себя выдают. Это такое состояние и лицемерия, и состояние людей, которые кажутся такими, но на самом деле являются другими. Что же это за плевел? Отцы церкви, например, свидетели Анзела Тауста, Досидор, Пилосиот, они говорят, что это еретики. То есть те люди, которые под маской благочестия, как сказано, имеющие вид благочестия, силы же его отвергшиеся. То есть в церкви они ищут свои выгоды. Они ищут того, как послужить Богу, но ищут своего. А о любви в послании апостола Павла в Коринфянам так и сказано. Любовь не ищет своего, не превозносится, не делает зла. Не ищет своего. Поэтому не желание воспринять чистое Евангелие, проповедовать его, а желание привносить что-то свое и искать своего в Царстве Божьем, в которой есть церковь, который приготовляет людей в Царстве Христово. Это и есть и означают те самые плевела, о которых здесь говорит Христос. Мы видим, что рабы приходят и говорят, Господи, то есть слуги Божии, то есть проповедники, евангелисты, священнослужители, добрые, разглашающие Царствие Божие в свою проповедь, приходят и говорят, давай мы их уничтожим, этих людей. Но Господь их сдерживает и говорит, подождите до поры до времени, не спешите. Как бы начиная это делать, вы не выдернули бы и доброго человека, потому что мы знаем, что человеческий суд, он не всегда бывает праведным. Иногда человека судят, но он не виноват в том, в чем его осудили. Очень яркий пример, мы знаем великолепное произведение Федора Михайловича Достоевского, братья Карамазовы, где Дмитрия, в общем-то, осудили ни за что. Но он это принял. Но и он был осужден ни за что. Все факты были, что он убил своего отца. А это сделал Смердяков, который уже и не мог быть свидетелем, и сам повесился. Но все факты говорили за то, что он преступник. Поэтому Христос здесь говорит, вы можете сделать так, что повредите и невиновных. Поэтому оставьте это до страшного суда. Это не значит, что мы не должны никак противостоять ереси, еретикаму, проповедовать чистое, неповрежденное евангельское благовестие. Нет, конечно. Но судить, устраивать великую инквизицию, это не дело церкви. Иную притчу предложил он им, говоря, царствие небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Что это за горчичное зерно и о чем здесь речь? Святитель Иоанн Златоуст пишет, цитата, поэтому он предложил весьма подходящую к предмету речи образ горчичного зерна, которое, хотя меньше всех семян, говорит он, но когда вырастает, бывает больше всех злаков, становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Этим Господь хотел показать величину. То же самое будет, говорит он, и с проповедью, ведь его ученики были немощнее всех, слабее всех, но тем не менее, поскольку велика была скрытая в них сила, она распростерлась по всей вселенной, конец статы. Мы видим, что Святитель Иоанн Златоуст как бы указывает, и как он говорил об этом в Евангелии, говорит так, не бойся, малое стадо, не в количестве Бог, не в силе Бог, но в правде, поэтому тот, у кого правда, тот и сильней. И здесь он говорит, не бойся, что ты мал, не бойся, что ты один, или несколько человек, и звучит ваш голод правды святого благовестия, не бойтесь, как горчичное зерно, оно будет способно возле себя собрать людей, которые будут желать, как сказано пророком Амоса, что в последнее время будут, люди выжилают слышание чистого, неповрежденного Слово Божие и будут искать больше неповрежденное Слово Божие, нежели даже хлеба, потому что настолько мир погрязнет во лжи, что невозможно будет услышать и правды. И поэтому Христос там в Нагорной проповеди так сказал, блаженный, алчущий и жаждущий правды, ибо они насытятся, потому что ложью насытиться невозможно. Человек чувствует внутренним голосом, что это ложь, а она не приносит внутреннего спокойствия. Иную притчу сказал он им, царствие небесное подобно закваске, царствие небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисла все. Что это такое? Преподобный Сидор Пилосиот пишет, цитата, под именем закваски, разумеется, бессеменное воплощение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа и соединение его с единосущным нашему телу, заимствованным от Богородицы Марии, посредством которого все люди возрождены к новой жизни. Конец стат. Вот такую тайну видит в этих словах этой притчи преподобный Исидор Пилосиот, что это малая закваска, это как Христос, входящий в нашу жизнь, который становится сам человеком, как сказано и в определение одного из Сыринских соборов, что он стал, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, с маленькой буквы. Помним всегда, что Бог творец, а человек это творение. То есть, это то состояние, к которому призывает нас Бог, оно называется одним словом обожение. Ни одна религия мира не дает этого понимания, чтобы стать подобным Богу. В религиях мира, если посмотреть историю религии, там люди всегда должны служить Богам. И услужливость Богам, она только тогда способна как-то человек услужливый Богам, способен как-то их умилостивить, и чтобы они были к нему добрее и не взирали на его недостатки. Нет, здесь Бог исправляет нас и хочет исправить нас во всей полноте, сделать нас совершенными, как и сказано, без всякого недостатка. Далее, да, ну вот еще, пожалуй, Кирилл Александрийский, у него есть интересная по этому поводу комментария, он пишет, человек, цитата, приобретший и малую закваску добродетелей, который, хотя и не успеет охлеботворить онный, однако же имел такое намерение, но не смог исполнить его, не останется в забвении у праведного судьи, когда он будет нечаянно застигнут и пожат. То есть мы видим, что здесь Кирилл Александрийский, он как бы утешает нас. Если хотя бы у нас есть намерение быть действительно христовыми и творить добродетель, то уже не будем застигнуты врасплох, как сказано, внезапно судья приид, как и гожи день обнажаться. По намерению сердца здесь говорит Александрийский, что Бог будет судить человека. Или, например, Блаженный Ироним Стридонский тоже пишет по этому поводу. «Женщина, которая взяла закваску, мешала в тримир муки, доколь не вскисла, все представляется мне либо апостольской проповедью, либо церкви, церкви, собранной из разных народов». И мы читаем далее ту притчу, которую Христос предлагает своим ученикам. «Досбудется речение через пророка, который говорит, отверзну в притчах уста мои из реку сокровенная от создания мира». Об этом сказано у псалмопевца Давида. Это 77-й псалом, 2-й стих. Так и сказано. «Открою уста мои в притчах и произнесу их из древности». Мы видим, что часто евангелист Матфея прибегает к Ветхому Завету, потому как мы помним, что Евангелие от Матфея писалось именно иудеям, поэтому все эти образы, которые приводит евангелист Матфей и высказывания им очень известны. Это научает и нас проповеди евангельской использовать для людей те образы, которые им понятны. Он же сказал им в ответ «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя это сыны царствия, а плевелы сыны лукавого». Хрисус возвращается опять к той теме и обобщает все притчи, которые он сказал, говорит, что поле мир, семя есть сыны царствия, то есть это проповедники, апостолы, евангелисты, а плевелы это сыны лукавого. Враг посеявший их есть дьявол, жатвы есть кончины века, а жнецы суть ангелы. Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего. Мы знаем, когда мы на своем участке, например, на даче убираем, то хорошую картошку там или что мы там выросли, мы собираем, аккуратно складываем, у кого там есть погреб или что, или там помидоры, огурцы, мы их закручиваем в банки, а все, что там остается сорняки, этот образ достаточно понятен, он обычно сжигается и превращается в пепел. Поэтому эти образы были понятны людям и Христос прибегает к ним, чтобы разъяснить, чему подобно царствие Христово и кто его будет наследником, а кто нет. И вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники высияют, как солнце в царстве отца их, кто имеет уши слышать, дослышит. Этот образ тогда праведники высияют, как солнце в царстве отца, евангелист Матфей приводит из книги пророка Даниила, 12 глава, 3 стих, и многие испящие в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечные, другие на вечное поругание и посрамление, и разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих правде, как звезды вовеки навсегда. Видим, сказано об обративших многие в правде, то есть это о православных миссионерах пророчествах. Итак, далее мы с вами читаем, еще подобно царстве небесной сокровищу, скрытым на поле, который, найдя человек, утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то. Еще подобно царстве небесную купцу, ищущему хороших жемчугов, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел и купил ее. Еще подобно царстве небесную неводу, закиданную в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнится, вытащили на берег и сев хороший собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Видим, что Христос приводит сразу несколько притч, для того, чтобы, как я уже сказал, народ мог понять, чему подобно царстве Христово. Здесь интересно у истолкования есть еще подобно царстве небесное сокровище, то есть действительно, как человек, если что-то найдет и он знает, что это очень ценное, все для него остальное не имеет значения. После пророков, вот святитель Иоанн Златоуст пишет, после пророков являются лже-пророки по поводу плевел, после апостола лже-апостола, а за Христом явится, а за Христом явится, перед Христом явится антихрист. И вот подобно сокровищу Блаженный Августин пишет, цитата, как мне вдруг сделалось приятно обходиться без ничтожных забав, и я с радостью оставил то, чего прежде боялся лишиться, ибо ты удалил их от меня, ты, истинная и высшая радость, сам поселился во мне, сладчайшей всех радостей. конец цитаты. Блаженный Августин, мы знаем, что в его молодости жизнь была достаточно бурной до его обращения, он получил хорошее образование, но только благодаря своей матери, святой Монике, которая вымолила его, он стал человеком православным, и не только православным, но еще и блаженным, и отцом церкви. Поэтому ему не понаслышке было известно, жизнь была настолько бурна, что, как пишет о Житье, что у него был какой-то внебрачный сын, но вот он, отрекшись от этого всего, он говорит, все, что было раньше, казалось мне, это весельем и радостью, это ничто по сравнению, как он пишет, что когда Христос сам поселился во мне, сладчайшей всех радостей. Вдруг все сделалось, сделалось приятно, обходиться без ничтожных забав, как он их называет. Еще подобно царству купцу, как мы прочитали, ищущим и хорошим женчугов. Вот свидетель Анзлатоуста есть такая цитата на эту притчу. Как обладающий жемчугом сам знает, что он богат, а для других это часто бывает неизвестно, потому что жемчуг невелик, так можно сказать и об истине. Обладающие ею знают, обладающие ею знают, что они богаты, а неверующие, не понимая цены этого сокровища, не знают о нашем богатстве. Конец цитаты. Итак, еще подобно царству небесную неводу, как мы с вами прочитали, тут тоже один из церковных писателей пишет, цитата, неводом. Называет слова истины и спасительных заповедей Господь объемлет их, собирает, ограждает и благодатные силы крестные при своем при свободном послушании влечет их, как из воды в воздух на берег из жизни плотской в духовную, от греха к святости, от тленного к нетленному, от временного к вечному, от земного к небесному, от мира к Богу и его вечно блаженному царствию. Вот что означает эта сеть, о которой Христос говорит своим апостолам, что сделаю вас ловцами человеков. Ловцами человеков не ради своей выгоды, ловцами человеков для царствия Христова. И спросил Иисус, говоря, поняли вы все, что все это, а не говорят ему так, Господи. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, научный царствий небесный, подобен хозяинам, которого носите сокровищ на свои новое и старое. И когда он окончил, и когда окончил Иисус притча сии, и пошел оттуда. И, придя в Отечество свое, учил их в синагоге, так, что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы. Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, братья его Яков и Иосии, и Симон, и Иуда, и сестры его не всели между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус сказал им, не бывает, пророк, бесчестие, разве только в своем, в Отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их. Видим, что очень многие люди, когда Христос приходит в синагогу, они не видят в нем Бога-человека. Они не видят в нем просто человека. Они не верят в него как в искупителя, поэтому задаются этими вопросами и соблазняются, и говорят, не он ли, и не знаем ли мы, откуда он, не плотников ли он сын. И далее говорится о том, что никакого чуда Христос не створил там, а причина того, что он это не сделал, их без вери. Итак, действительно, 13 глава, это книга-притч, где Христос указывает каждому из нас, как достигается Царствие Божие. Будем вникать в Священное Писание, не будем, как те люди, о которых говорит Христос, что с радостью принимает, или почва, сердце наше огрубеет, сделается каменистым, богатствами заглушится Слово Божие, или как при дороге упавшее слышать будем, но не разумеем, не будем ему подавляться. Пусть притчи Христовы будут нам хорошим назиданием, ведь Слово Божие будет управлять нами для достижения и стяжания благодати в этой жизни, дабы нам наследовать Царствие Христово. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова